Инструктор по труду комплексного центра социального обслуживания Ирина Охотникова уже привыкла, что занятия сейчас проводят практически в пустом кабинете. Ее работа теперь проходит либо для камеры телефона, либо с использованием видеосвязи. Для посетителей ее мастер-классов уже 10 месяцев действует режим самоизоляции. Приходить в центр не рекомендуется, потому ее занятия стали дистанционными. Сегодня я хочу вам представить одну из техник, которая давно забыта. Техника называется ковроткачество. Пластилины бисер, лоскутки и пряжа, природные материалы и упаковки киндер-сюрпризов. Из простого создаются красивые и оригинальные произведения. Приобщиться к декоративно-прикладному искусству хотят многие получатели услуг учреждения. Целевая аудитория центра. ПТ-ахцы, нуждающиеся в социальном обслуживании. Люди старшего поколения. Инвалиды старше 18 лет. Посещать учреждения они не могут из-за ограничительных мер. И сейчас пока вынуждены все время проводить своих квартирах. Чтобы они не оставались в стороне специалиста центра, осваивают новые информационные каналы общения. С апреля 2020 года по настоящее время специалисты нашего отделения немножко перестроили свою работу. Если ранее наши получатели приходили и занятия проводились у нас на базе отделения, сейчас работа проводится уже дистанционно, в онлайн-формате. В мессенджерах размещается ценная информация для получателей услуг. Анонсы и видеоуроки, отчеты и презентации, консультации и программы. Ресурсы и площадки интернета, социальные группы. Для этого большое подспорье. На официальном сайте учреждения это все выкладывается, в Инстаграме, ВКонтакте. Это видео занятия наших специалистов. Это упражнения, это может быть занятие инструктора по труду. Культорганизатор также проводит свои занятия. Мы все это снимаем. Психолог проводит свои диагностические занятия, тестирование, какие-то интересные презентации для людей, чтобы им не скучно было находиться дома. Специалисты центра, кроме этого, еще активно работают с людьми, переболевшими COVID-19. Помогают преодолеть стресс, восстановиться и вернуться к привычной жизни. Организовывают занятия по разным направлениям. А еще для них проводится комплекс упражнений по физкультуре. Сегодня я вам покажу упражнения для бронхов и легких, которые помогут вам быстрее восстановиться после перенесенной пневмонии. Активность подписчиков учреждения в соцсетях, количество просмотров значительно возросли. И это не только получатели услуг комплексного центра, но и другие жители Пытьяха. Ограничений нет. Тем важны подобные площадки для общения с экспертами по интересным темам. Все для того, чтобы жизнь тех, кто вынужден пока проводить свое время в четырех стенах, была полна интересными событиями.